Я нахожусь в офисе компании Huawei, и в правой руке у меня Huawei P30, в левой руке Huawei P30 Pro. Я думаю, все, кто следит за новинками телефонов, прекрасно знают, что в прошлом году снискал славу камерафона с очень хорошим качеством фото и видео P20 Pro. Это его логическое продолжение. Есть некоторые изменения. Например, оба телефона P30 и P30 Pro теперь обладают OLED-экранами. Это первое впечатление о телефонах. Конечно, будет позже полный обзор. Я потестирую, расскажу. Первое, о чем хочется рассказать, они сделали теперь настоящий 5-кратный оптический зум и 10-кратный гибридный зум. Это очень важно. Я его уже успел потестировать, потому что когда мы действительно приближаем в 5 раз, то даже вот там деревья и ветки деревьев, они не замылены, они не цифровые. Конечно, когда мы используем зум больше, а всего, как говорит компания Huawei, круто, кстати, можно делать в 50 раз приближение, но, конечно, используется будет уже цифровое. Кроме того, теперь телефоны могут писать видео в широкоугольном формате. Раньше такого не было. И теперь появилась возможность съемки ночью. Имея в виду, ночной режим стал работать не только на фото, но и на видео. Камеры также подросли. Теперь 40 мегапикселей. У обоих телефонов основные камеры. И отличие небольшое есть во вторых и третьих камерах. Если третья камера для эффекта боке 8 мегапикселей, то в P30 Pro вторая камера 20 мегапикселей, широкоугольная. А в P30 она 16 мегапикселей для широкого угла. Но камеры обязательно расскажу подробно. Разумеется, есть оптическая стабилизация. Особенно интересен именно зум. Это будет все в полном обзоре. В диагонали экрана у них отличается немного, но когда держу два устройства в руке, P30 Pro кажется сильно больше. Хотя здесь 6,47, здесь 6,1 дюйма. Технология на обоих телефонах OLED. Разрешение Full HD+, что на мой взгляд хорошо. Больше тут просто не нужно. Аккумуляторы. Очень здорово сделали в P30 Pro. Здесь батарейка, я думаю, будет самая большая на рынке среди флагманов. Это точно. Это 4200 мАч. P30 в обычном 3650. Но учитывая OLED-экраны, работать должны долго. По внешнему виду, на мой взгляд, знаете, по сравнению с прошлым поколением P-серии, они стали более какие-то футуристические, что ли, более стильные. Ну, опять же, судить вам, но мне кажется, они стали более красивыми. И особенно, ну, маленький телефон с диагональю 6 небольшим дюймов, назвать его маленьким сложным, но мне P30 кажется вообще не такой огромной лопатой, как подавляющая большинство телефонов. Ну, опять же, здесь вроде 647, но он уже, кажется, больше. Опять же, дело вкуса. Я сам пользовался и пользуюсь большими телефонами. По факту, что мы имеем? По процессору пару слов. Конечно же, здесь хорошо, мне лично, думаю, и вам уже знакомый процессор собственного производства Kirin 980. Я прекрасно его знаю. Я на этом процессоре играю в тот же PUBG Mobile на максимальных настройках. Ничего не лагает, не тормозит, но в полном обзоре еще обязательно об этом расскажу. Первое впечатление, очень интересные телефоны, особенно мне понравилось. И хочется протестировать фотовозможности в старшей модели, но и младшей, я думаю, не сильно будет отставать. И ночную съемку проверить, именно видеосъемку, и проверить формат широкоугольный, и, конечно, поиграться с зумом. Ну, и все остальные возможности телефона я, как обычно, не оставлю без внимания, все протестирую, расскажу. Напоследок о версиях, которые будут продаваться в России. P30 будет продаваться с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. P30 Pro будет продаваться с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 встроенной. На этом у меня все, первое впечатление очень прикольное, потестирую, расскажу. Подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид и команда ArtStyle. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...